Привет всем! Вы на канале Бер и Гейм. Мы продолжаем проходить Мору Топио, прохождение за самозванку. И остановились мы с вами у дома Капеллы. Пойдёмте с вами сходим к Катерине. В общем, в прошлой серии мы с вами нашли порошочек у девочки. Это очень радостно было, потому что мы знаем с вами ценность этих порошочков местных. Они очень ценные на самом деле здесь. Если мы их будем продавать в аптеке, эти порошочки, то за них дойдут очень большие деньги. Очень большие деньги дадут за порошочек. Ребут. Плохая нахрен. Мне кажется, за порошочек могут дать тысяч десять. Три куска мяса дать тысячу, это немного. Порош. Как много? Десять тысяч. Нет, мне так кажется. Я не знаю, сколько дадут. Может больше даже. Может шестнадцать. Лыхер нас не пускает, так что... Один мешает другому ко мне. Ничего у него нет. Пойдем расскажем Катерине, что там сказали эти другие хозяйки об ее отставке. Хочет она уйти в отставку. Мы расскажем ей мне. В общем-то никто не против того, что самозванка наша Клара станет хозяйкой, да, еще одной. И никто не против, никто не возражает. Так что, скорее всего, так и будет. Будем какими-нибудь там волшебницами наводить порядок в этом городе. Колит живот изнутри, будто я набита соломой. Плохо, что ты в соломе. А, доченька. Я вернулась, Катерина, я спросила о будущей хозяйке. Что они говорят? Они сказали, что признают мою власть, но не власть моей сестре. Ну что же, быть посему, ты хотела спросить меня о чем-то? Скажи, Катерина, по своей ли воле вы собору и потакали этому страшному мору? Что тут говорить, все ясно. У меня не было силы, я не настоящая хозяйка. Я обманывала, но не из корысти, только от того, что я слишком хотела быть похожей на них. Нет, желание чудес еще не сделает тебя чудотворцем. Счастье, что ты не моя родная дочь. Ты не виновата. Я виновата, теперь я это знаю точно. Я обманывала и была обманута. Этот крысиный пророк, герой моих снов. Он порождение моей лжи. Вот я предала всех, кто мне верил. Я должна уйти. Ну что мне сказать? Пошла вон. Я скажу тебе только одну вещь. Поверь мне настолько, настолько, насколько сможешь поверить. Оставь нас с мужем в живых до поры. Все равно мы проживем недолго. Мы тебе пригодимся в конце. Как ты? Тебе понадобится приближенный, который будет всеми своим... Всем своим нутром, всей природой своей, кровью, клетками, сердцем и печенью, согласный с тем, что жизнь их прошла дурно и грешно, и только жертвенное искупление может загладить причиненное ими зло. Мне это совсем ни к чему. Я верю в тебя. Ты призвана спасать людей. Да, ты несла смерть, но разве в некоторых случаях спасение не означает избавление? Для этого мира исцеление это смерть. Такова логика закона. Болезнь лечит язву мира. Ты хозяйка, не сомневайся. Правь мудро и прощай. Я расскажу инквизитору о том, что услышал здесь. Я не понимаю, она что, их может убить, что ли, да, получается теперь? Инквизитор? Она, вот это, нет. Вот это, самозванка. Она сказала, ты можешь нас убить или оставить живых. Ну да, по сути дела. Блин. Они что, предателем, что ли, бронами, что ли? Бредка. Она, может быть, завидовала и зависти, она хотела тоже хозяйкой стать. И, ну, она говорила, что она хозяйкой. Какой хозяйкой? Как Мария, там, да, например. Как вот Капелла, вот это они же хозяйки. Но это хозяйки, они уже второе поколение хозяек. А первое поколение хозяек была Нина и кто еще, ребят? И Зина. И Зина. Нет, не Зина. Я забыла. Мария. Мария, Мария, это сейчас. Нина. Вот, когда мы заходим в театр, помнишь, там такие две женщины стоят и смотрят куда-то наверх. В общем, какие-то памятники там даже им поставили. Две хозяйки. Одна темная, другая светлая. Ну и вот, в общем, как-то так. Но Катерина, она тоже вызвалась быть хозяйкой. И вот эта тоже, как ее зовут. Есть что-нибудь? Есть у него. Вот эта, как ее называется. Вот здесь живет. Кто живет у нас? Понятно. Рыжая с конопушками. Нет, не рыжая. Не Лара. Не Клара. Хей. В общем, не знаю, у меня что-то уже имена эти запутались. В общем, она тоже себя считает хозяйкой. Хозяйкой приюта, да? Вот этот приют, да? У которых люди к ней приходят, в общем. И она им помогает. Куда мы идем? К Лысову? Мы идем, скажем, Инквизитору, что там Катерина нам сказала. Сообщим ей. Это что за брец? Потому что если мы этого не сделаем, то у нас задание дня. И вообще она нас должна убить, по идее. Если мы это не скажем. Она говорит, я тебя везде достану. Поэтому мы должны обязательно выполнить ее просьбу. Ну и сказать, что мы хозяйки, все. Мы теперь тоже тут главные. да дочь очнулся беги бей косолапу и крыса бежит вай прям на тебя а и прям на пятку ты думаешь она нас конечно надеюсь у нас ты не сохранял еще ни разу надеюсь что она нас не увидит вообще не сохраняется нельзя было да боже прокляли разработчиков этим не ну как нельзя сохранять но какие-то мы должны бесконечно автоматические сохранения 1 минут 20 ой все бегают спортсмены скинется что-то вообще забегали давайте поговорим все поют поют эти маски ну что сказали мы нагоняют тут атмосферу нет удивительная девочка значит вы представительница закон тогда хочу задать вопрос который мучил меня все эти спрашивай как видишь пока что я очень мило с тобой не просто удовлетворяю твое любопытство а даже склонно предупреждать почему меня преследует к воровку что это значит это значит что природа твоя такова это значит что таково твое предназначение а вот что ты украла на этот вопрос я и хочу найти ответ что же нужно украсть чтобы от этого переворачивалась переворачивались основы бытия не удивительно что тебя преследует закон ты величайшая преступница значит поэтому и поручение сплошь преступники порученные а твои порученные не просто преступники но еще и редкостные злодеи потому что они преступили закон на них лежит вина за все зло которое растеклось по этому миру но надо ли примерно быть монстром и я не двигал чтобы переступить и ее через него я спрашиваю себе мы Мы изначально злы, Клара. Зло — вот что такое человеческая природа. Попытка, самораскрытие — это провокация. Раскрывая свою личность и утверждая свою волю, мы выпускаем в мир зло. Не совершай той же ошибки, которую сейчас совершают твои обреченные двойники. Устранись. Бакалавр и Гарусьпик? Да какие же они мне двойники? Да, они безнадежны. Для них даже и вопрос такой не ставится. У них и альтернативы не было. Не доросли они до такой степени сложности. А вот ты имела несчастье до нее дорасти, и в этом твое проклятие. Устранись, пока не поздно, что было простительно для них тебе не проститься. Нет, я не уйду. Я останусь. Время у тебя еще есть. Я буду ставить с тобой опыты. Я-то знаю, что мы все такие на самом деле. А вот... Кто мы все такие на самом деле? Ну, злые, наверное, не знаю. Я-то знаю, кто мы все такие на самом деле. А вот те... А вот твои двойники, например, еще не знают. Буду смотреть на... Буду смотреть на то, как ты проходишь тот же путь. А вот если мои догадки верны, и ты действительно умеешь, тебе этого тут не простят. И я не прощу. Ну, вольному Боре, Боре. Вольному Боре Моисеев. Подопределенный проведением порядок, благодаря которому все идет как положено. Да все, закрой рот свой. Поехали. Удивительная девочка, я выполнял ваше задание. Не сомневаюсь. Открою тебе небольшой секрет. Ты не могла его не выполнить. Как это возможно? Милое дитя, как бы ты ни поступила, я сделала бы нужный вывод. Твоей свободы никто не отменял. Хочешь, откажись, хочешь, соверши попытку к бегству. Даже если она окажется удачной, я не проиграю. Я ведь хочу лишь одного, понять, какую роль ты играешь в этом мире. Что же будет теперь? Я устрою тебе три проверки. Отправлю тебя в три самых мрачных очага этого города. В основании трех столпов, на которых покоится его тайна. Три символа олицетворения трех миров, из которых он состоит. В столкновении с каждым ты проявишься во всей своей полноте. Я не вполне понимаю. Не удивляйся странности моих заданий. Я буду смотреть, как ты себя поведешь. Ты просто веди себя естественно, а я посмотрю и сделаю выводы. Первое из моих заданий ты уже почти выполнила. Жесть, это за самую звонку самое тупое вот это вот... То, что они придумали вот этот вот разговор. На это тупое, что он мне вообще не нравится. Не понимаю. Итак, мой первый вопрос. Что делать с Абуровыми? С этой кукольной фамилией, которая возомнила, что действительно может править человеческим поселением в условиях окончательной катастрофы. С фамилией, чьи действия привели к гибели нескольких тысяч человек. Пусть погибают, они это заслужили. Смотри, какая у нас репутация. Дерьмовая. Ну как тебе сказать, сейчас на нас весь город полетит. Нет, только не делайте с ними ничего. Они так несчастны. И они не виноваты. Всё. И у нас нормальная репутация. Нет, они виноваты. Они предали меня на расправу. Они одержимы злом. Причинили городу много вреда. Совратили и лжеистине многих обрекли на смерть тех, кто заслуживал только прощения. Но я никогда их не осужу. Я сама исправлю их след на этой земле. И будь что будет. В общем, благородно, да? Благородная. Самозванка. Благородная самозванка. Вывернулась наизнанку. И теперь мы можем пойти и сходить в аптеку. У нас репутация поднялась. Всё нормально. Мы можем сходить в аптеку, купить лекарства от инфекции. Ну, лечь спать, наверное. Всё, на этом задание закончено. Сейчас будет восьмой день. Самый длинный это седьмой день, почему-то казалось. Да, самый длинный вообще. Лысенька. Тихо. Не знаю, сколько он за порошок возьмёт. Сколько у него порошок возьмёт. Ну, чё-то маловато. Ты лысый офигёр, что ли, ё-моё? Ты Валентин Гафт, всё, нахрен. Что там с ним можно поменять? Вот это что, пистолет у нас? Нам не нужен, в принципе, пистолет, да? Откуда у нас вообще? Откуда я знаю? Пистолет какой-то? Может, не нужен, может, нужен, не знаю. Как хочешь. Ну, давай оставим пока. Вот это можно поменять, что такое. Но это можно поменять. Четыре только. Жизнь, это же бляха. Бляха этого чела. Восемь блях. А, тринадцать блях мы. Мы козлов этих убили. А ты за какую-то... Им давали это. Они проходили огонь в воду и медную трубу. Вот эти мы не используем, таблетки, так что мы их продадим. Ешь таблетки, да, ешь. Эти тоже можно продать. Эту аптечку купил, ну и хорошо. Это жесть у нас вообще. Самое лучшее у нас прохождение вот этой самозванки. В том плане полегче. Ой, зеленые лажи. Опа, за тобой бегут. Поджигать. Так, его нет, как всегда. Ну, значит, здесь поспать. Мы сейчас спать ляжем. Мы должны сейчас сохраниться. Сейчас самое главное сделать все очень аккуратно. Что мы должны аккуратно сделать? Мы должны принять несколько... Даже можно вот эту одну принять. Аптечку. И... Вот эту одну таблетку. Вот эту? Ой, устала эта труба вообще. Часа две. Стала эта труба. Давай три часа поспим. Да. Голод, да? Нет, ничего. Я не подошел. Ты еб твою мать, что это жрать хуже? Люди, которые стремились помочь вам в ваших трудах, не успели подвергнуть себя опасности. Ееееее! Ах! Жизн, ну, жачкин. Пойдем к лысому срочно покупать мясо. Мы еще поспим сейчас. Пару часиков. Чтобы у нас вообще усталости не было. Все. Да что ты каждый раз кашляешь? Опять инфекция. Почему появилась инфекция? Не было же ничего! Шкура! Откуда она вызралась? Сохраняйся. Офигенно. Все тогда. Вот мы подвосстановились. Нам надо сходить тогда в магазин уже продуктовый, получается, да? Вот так надо было прям вылечиться, чтобы прям конкретно вылечиться. Можем бандитов сейчас погасить. А что? Может, давай спать? Это что? Кишки не пришли. Не, ну, нам надо в любом случае идти в магазин, потому что, ну, как же... Кишки не умеют сами ходить. Ну, давай тогда магазин. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Дойдем, да, до какого-то одного магазина? Да иди, ума чего дойдем. И крысу можно пожрать. Плащики ходят. Плащик ходит, зашибись. Один плащик ходит. От поплащиков никого. Загрузка. Кофиг. Не надо. Там чуть-чуть буквально зацепило. Ну, будь аккуратнее ты. Ну, эти produção. И детская сила. И крыс за пятку. И эта фигня задымила. Так, у нас тут космос целый. Где у нас тут магазин есть? It's crazy! ну ближайший магазин у нас, вот у нас кстати появились бандитские территории ЭК, так управляем хер знает кем долбаные пердуны а ведь эти плащики пердёшь выпускают ядерные мы хереваем и жрачка или это что это в тело одежда самый бесполезный магазин этот магазин с одеждой а муж одежда предотвращает все таки от этого муж одеваешь плач все и тебе ничего не делать ты же не знаешь никогда не пробовал он быстро просто теряет свои вот эти свойства есть только же а есть только миг из-за его выдержать брэдович пошел перекрасился одежду а другую здесь уже хорошая территория не зараженная свет скоро выключится спать обычая башка выходи отсюда ничего не получишь это было в прошлом а теперь вот смотрите да никакой рекламы там да ничего нет просто вот вывеска да ну типа мясной магазин а у нас нет у нас налепят там вообще вывесок всякой рекламы да вот вообще прям это как-то вот тут давит реклама здесь нет такого просто это ну ты знаешь да магазин давай мясо мясо я люблю мясо я люблю продаст уже нам да все взяли все здесь закончим сохранимся подпишемся на канал вступайте в группу контакте комментируй поставить лайка подписка на канал пока пока